Меня зовут Тангуа Мусис. Я студент инженерного факультета. Я должен сказать вам большое спасибо за работу, которую вы делаете. Я желаю вам всего наилучшего в вашей миссии. В своей лекции вы упомянули, что вы верите в Иисуса Христа, и что Он родился чудесным образом и оживил мертвого. Я должен сказать, что все религии говорят, что человек умирает только раз, прежде чем он воскресает в день суда. Если Иисус дал жизнь этому человеку, было ли это просто, чтобы похвастаться, потому что человек больше не будет жить? Поэтому, почему Иисус оживил человека? Чтобы человек снова умер? Я имею в виду, что человек умер дважды. Для чего это было сделано? Чтобы просто показать людям? Или что это было? Или он все еще живет и не умирал? Брат задал очень хороший вопрос. Он сказал, что мы, мусульмане, верим, что Иисус, мир ему, оживил человека после смерти. Поэтому, если Иисус, мир ему, дал жизнь мертвому, умирает ли человек только один раз? Поэтому, зачем Иисус, мир ему, оживил мертвого? Чтобы похвастаться? Почему Он сделал это? Я согласен с тобой. Человек умирает только один раз. Коран говорит в Суре Амуран, глава 3, аят 185. Каждая душа вкусит смерть. И в Коране говорится, что Иисус, мир ему, оживил мертвого, би-изниллях, то есть по воле Аллаха, и Он дал жизнь мертвому. И Библия говорит то же самое. Но все чудеса, совершенные всеми пророками Бога, начиная от первого пророка Адама до последнего пророка Мохаммеда, да богословить его Аллах и приветствует, были сделаны всемогущим Богом. Они не были совершены самими пророками, а всемогущим Богом. Когда Моисей, мир ему, разделил море, это чудо было совершено всемогущим Богом, чтобы доказать последователям, что Он посланник Бога. И ты можешь увидеть это, когда читаешь Библию, и тогда ты узнаешь. Однажды один человек умер, и две его сестры пришли к Иисусу, мир ему, и сказали ему, «Пожалуйста, спаси нашего брата». И тогда он помолился всемогущему Богу, чтобы он воскресил этого человека. И в слезах он сказал Богу, «Ты тот, кто может спасти его». Он молился всемогущему Богу, чтобы Бог вернул жизнь этому человеку. Иисус, мир ему, молился всемогущему Богу, потому что дать жизнь человеку может только Бог. Так что все чудеса, которые были сделаны, они были сделаны всемогущим Богом. И пророк Иисус, мир ему, был лишь посланником. Так что все чудеса, которые сделал Иисус мир ему, и Моисей мир ему, и пророк Мохаммед мир ему, все эти чудеса были знамениями всемогущего Бога, чтобы их последователи поняли, что они посланники Бога. И это упоминается в Библии в книге Деяний, глава 2, стих 22. Мужи иудейские, выслушайте слова мои. «Иисус из Назарета был человек, чья божественная власть была ясно доказана вам всеми силами, чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него. Вы сами знаете это, ибо произошло это здесь среди вас». Еще раз, в Библии в книге Деяний, глава 2, стих 22. «Иисус из Назарета был человек, чья божественная власть была ясно доказана вам всеми силами, чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него. Вы сами знаете это, ибо произошло это здесь среди вас». Что означает, что все эти чудеса совершил Бог, только для того, чтобы доказать, что он был посланником Бога. Это не делает этого человека Богом, и это не делает этого человека божеством. Поэтому все чудеса, которые были совершены посланниками, были сделаны всемогущим Богом в знак того, что они посланники Бога. Надеюсь, я ответил на вопрос, брат. Я имею в виду, что человек умер дважды. Этот человек умер дважды. Это чудо. А чудо означает исключение из правил. И в Библии Иисус попросил Бога о чем-то в ночь перед тем, как он был распят. Извини, что? В Библии, в ночь перед тем, как Иисус был распят, он попросил Бога о чем-то, но Бог не сделал этого для Иисуса. Так что я не понимаю этого. Как Иисус, который сказал мертвому, «Воскресни после смерти», и Бог сделал это. Но когда Иисус попросил Бога спасти его, он не сделал этого. Это несоответствие в жизни Иисуса. Потому что все вещи, которые он просил в его жизни, сбывались. А что он попросил? Он попросил Бога в саду за день до того, как его распяли. Да, я знаю это. Он попросил Бога, чтобы что-то изменилось. Но ничего не произошло. Сначала я отвечу на твой первый вопрос. Затем перейду ко второму. Твой первый вопрос. Умер ли человек дважды? Да, это чудо. А чудеса — это вещи, которые выходят за рамки естественного. Когда Моисей в мире ему разделил море надвое, это что-то неестественное. Это становится чудом. Разве не так? Также, когда Иисус в мире ему дал жизнь мертвому, человек умирает только один раз. Когда Иисус дал жизнь мертвому, он возвратился к жизни. Это чудо, сотворенное всемогущим Богом. Я приведу тебе пример чуда. Человек рождается от отца и матери. Правильно? Да. Но Иисус в мире ему родился чудесным образом. Без мужского вмешательства. Это чудо от Бога. Но это не означает, что Иисус — Бог. Некоторые христиане говорят, «Нет, нет, 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 у Иисуса Христа нет отца, поэтому Он Бог». Поэтому ответ на это дается в Сюрии Амран, глава 3, аят 59. Воистину, Иисус перед Аллахом подобен Адаму. Он сотворил его из праха, а затем сказал ему «Будь, и тот возник». Поэтому, если бы ты сказал, что Иисус — Бог, потому что у него не было отца, тогда Адам, мир ему, более великий Бог. У него не было ни отца, ни матери. Пожалуйста, извините меня. Я не христианин. Я агностик. Брат, я отвечаю на твой вопрос. Если ты задал вопрос, ты должен подождать, пока я отвечу. Когда ты задаешь вопрос, ты должен подождать ответ. После того, как я закончу ответ, тогда ты можешь говорить правильно. Мы должны следовать правилам. Хорошо, извините. Поэтому, когда Иисус, мир ему, по воле Бога дал жизнь мертвому человеку, это было чудо. Этот человек умер дважды. И переходя к пророку Иисусу, мир ему. Ты правильно сказал. В Библии Иисус, мир ему. Прежде чем его распяли на кресте, он потел и молился Богу, сказав «Отче мой, пусть эта чаша минует меня». Правильно? Он молился, и что произошло? Бог спас его. Бог спас его. Когда Бог может дать жизнь мертвому, разве он не сможет спасти его, когда он взывает к Богу? Разве Бог не может спасти его? Бог спас его. Поэтому он не был распят на кресте. Согласно Библии, Иисус, мир ему, не умер на кресте. И я докажу это тебе. Если ты прочитаешь Евангелие от Матфея, глава 12, стих 38, тогда некоторые из оконоучителей и фарисии спросили его, «Учитель, мы хотели бы, чтобы ты сотворил для нас чудо». И тогда Иисус, мир ему, сказал «Сын Ионы, брат, ты слушаешь меня? Ты понимаешь английский?» «Да, я понимаю». Ты задаешь вопрос, и я даю ответ. И ты снова перебиваешь. Пожалуйста, я просто пытался сказать, я смотрел вашу речь. Был ли Христос действительно распят? И я знаю это. Но если бы ты знал, ты бы не задавал этот вопрос. Брат, позволь мне закончить ответ. Если бы ты слышал мой ответ, ты бы уже стал мусульманином. Если бы ты смотрел все мои лекции, ты бы уже произнес шахаду. Я очень уважаю ваши речи. Прости. Я уважаю ваши лекции. Они очень нравятся мне. Это хорошо. Я вернусь к этому позже. Сначала я закончу ответ. Если Иисус, мир ему, взывал к всемогущему Богу за день до того, как его распяли на кресте, что сделал Бог? Бог спас его. В Евангелии от Матвея, глава 12, стихи от 38 по 40, когда люди спросили его, «Учитель, мы хотели бы, чтобы ты сотворил для нас чудо». Иисус, мир ему, сказал им в ответ, «Дурные и грешные требуют знамений, но не будет им знамения, кроме данного пророком Ионой, ибо подобные Ионе, проведшие в чреве кита три дня и три ночи, и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи». Теперь каждый христианин знает, что такое знак Ионы. Если вы прочитаете книгу Ионы, вы узнаете, что всемогущий Бог сказал пророку Ионе пойти в Ниневию проповедовать там. И пророк Иона подумал, что жители Ниневии не будут слушать его послания, и он отправился в Йопию. И когда он плыл в море на корабле, пришла буря. И в то время было суеверие, что если приходит в сторону, это потому что кто-то ослушался своего господина. Поэтому обычно они бросали жребий, кто ослушался господина. Но Иона, будучи пророком Бога, он добровольно заявил, что он тот, кто не подчинился Господу. Поэтому, поскольку он добровольно признался, они не сломали его руки и ноги и не связали их. Он добровольно признался, поэтому они бросили его за борт. И когда они бросили Иона за борт, он был мертв или жив? Он был жив, согласно Библии. Да, я спрашиваю тебя, согласно Библии и согласно твоим знаниям. В шторм, когда человека бросают в море, нормальный человек, когда его бросают в бушующий шторм в море, он должен умереть. А в случае пророка Ионы, он был жив или мертв? Жив или мертв, когда его бросили в море во время шторма? Жив или мертв? Он был жив, согласно Библии. Правильно, жив, согласно Библии. Очень хорошо. Пришел кит и проглотил его. Если кит проглотит человека, он должен умереть. Остался ли Иона жив? Да, он остался жив. Жив. Это чудо в чуде и чуде. Он был брошен в шторм, он должен был умереть. И его поглотил кит, он должен был умереть. Но он не умер, а остался жив. Это чудо в чуде. Затем три дня и три ночи рыба носила его в море. Обычный человек должен был умереть от удушья. И Иона был жив или мертв? Да, он был жив, согласно Библии. Это чудо, согласно Библии. Не согласно доктора Заккер Найко. Это чудо в чуде и чуде. В чреве рыбы пророк Иона молился всемогущему Богу. Пока он молился, оставался ли он в живых? Да, согласно Библии. Живой, согласно Библии. Это четырехкратное чудо. И через три дня рыба извергает его на сушу. Живым или мертвым? Живым, согласно Библии. Так что, согласно Библии, это четыре чуда. Иисус, мир ему, сказал, «Но не будет вам знамения, кроме данного пороком Ионой. Ибо Иона был три дня и три ночи в чреве рыбы. Так и Сын Человеческий будет три дня и три ночи в сердце земли». Так что, если вы читаете Библию, если вы понимаете Библию, Иисус, мир ему, был распят на кресте в пятницу. Было известно, что евреи не проводили распятие в субботу или воскресенье. Поэтому до заката они распяли его. Затем они спустили его и положили его в гробницу в гроб. Согласно Библии, Иисус был мертв или жив? Иисус, мир ему, был живым или мертвым? Где? На кресте или в гробнице? Конечно, в гробнице. Говорят, в той гробнице он воскрес, согласно Библии. Брат, я спрашиваю тебя, когда Иисуса, мир ему, положили в гробницу, он был живым или мертвым, согласно Библии? Они сказали, что он умер на кресте. Я спрашиваю тебя про гробницу. Я спрашиваю, как тебя зовут, а ты отвечаешь, я живу в Гане. Я спрашиваю твое имя, а ты говоришь, я живу в Гане. Брат, ты понимаешь английский? Я задаю простой вопрос на английском. В гробнице, в гробу, Иисус, мир ему, был жив или мертв? Я не спрашиваю, что было снаружи. Я не христианин, я не знаю. Итак, брат, кто ты? Я не знаю. Вы скажите мне, если ты не христианин, кем ты являешься? У меня нет религии. Я все еще в поиске. А, ты в поиске религии. Так ты веришь, что Библия — это Слово Божье? Нет. Если ты не веришь, то почему я должен цитировать тебе Библию? Если ты не веришь, что Библия — это Слово Божье, я процитирую тебе Коран, который и есть неискаженное Слово Божье. Даже я не верю, что Библия — это Слово Божье. Для меня тоже. Если ты не веришь, что Библия — это Слово Божье, я тоже не верю, что Библия — это Слово Божье. В Библии есть некоторая неискаженная часть, которая может быть Словом Божьим. Но также в Библии есть слова пророков, и есть слова историков, и есть противоречия, и есть порнография. Но позволь мне закончить мой ответ. Ты прав. Согласно Библии, Иисус, мир ему, он был жив. По этой причине, когда ты спрашиваешь меня из Библии, почему перед тем, как Иисуса, мир ему, распяли, он молился всемогущему Богу, и Бог не исполнил его желания. Но я скажу, Бог спас его, потому что он молился всемогущему Богу. Он не умер на кресте, но Бог поднял его на небо, и он исполнил пророчество Иона. Вот почему Иисус, мир ему, не был распят. Он не умер на кресте. Он был спасен, и всемогущий Бог поднял его живым. Брат, ты веришь, что есть один Бог? Да, я верю. Ты веришь, что Иисус — это Бог? Нет, я не верю. Потому что в нашей африканской духовности мы верим только в одного Бога. И этот концепт Бога, который навязывают нам, я не верю в это. Очень хорошо. Даже я не верю, что Иисус — это Бог. Брат, еще один вопрос. Третий вопрос. «Веришь ли ты, что пророк Мухаммад — посланник Бога?» Да. «Исторически я знаю, что пророк Мухаммад существовал». Нет. «Я говорю, ты веришь, что пророк Мухаммад — посланник Бога?» «Да, я знаю, что он посланник Бога». «Ма-ша-алла». Если ты веришь, что Бог един, и что пророк Мухаммед посланник Бога, это означает, что ты мусульманин. Нет, но, видите ли, нет, доктор Найк. Есть лишь два условия, минимум два условия, необходимые для того, чтобы любой человек мог стать мусульманином. Он должен верить, что всемогущий Бог един, и нет никого достойного поклонения, кроме всемогущего Бога. Это то, во что ты веришь. Да. А второе, что пророк Мухаммед является посланником Бога. Да. Если ты веришь в эти две вещи, ты становишься мусульманином начального уровня. А позже ты можешь учиться и все больше и больше практиковать. К примеру, если вы хотите поступить в школу. Предположим, это школа Святого Петра, школа, в которой учился я. И вы становитесь частью Петра, что означает, что вы становитесь учеником этой школы. Сейчас, пока что ты новичок. А где ты будешь, на первом, втором, третьем, четвертом или десятом стандарте, это позже. Поэтому, если тебя приняли, ты являешься учеником этой школы. Так что для любого, чтобы стать мусульманином, есть как минимум две вещи, которые он должен сделать. Он должен согласиться с тем, что Бог один. И что никто не заслуживает поклонения, кроме всемогущего Бога. И, во-вторых, вы должны верить, что Пророк Мухаммад является посланником. Если вы верите в эти две вещи, тогда вы становитесь мусульманином начального уровня. Затем вы получаете больше знаний, и вы становитесь лучше и лучше и лучше. И тогда вы можете пройти первый стандарт, второй, третий, десятый стандарт, бакалавр, магистр, докторская степень. Это позже. Так что, по моему мнению, ты мусульманин. Брат, хотел бы ты сказать это на арабском. Я африканец. Я сознательно был направлен на это. Извини. Я говорю, я сознательно направлен на это. Это естественное чувство. Это естественная человеческая наклонность. Да. Ты человек, который естественно верит в то, что всемогущий Бог один. Да. И ты веришь, что Пророк Мухаммад – посланник всемогущего Бога. Да. По моему мнению, ты являешься мусульманином. Но это с вашей точки зрения. Да, с моей точки зрения. Но также с твоей точки зрения. Потому что ты веришь в единого Бога. Мусульманин – это человек, который подчинил свою волю Богу. Что означает слово «мусульманин»? Я говорил в своем выступлении, что любой, кто подчиняет свою волю всемогущему Богу и обретает мир, подчиняясь Богу, является мусульманином. Поэтому ты должен подчинить свою волю Богу. Ты ведь веришь, что есть только один Бог, правильно? Да, я верю. И ты веришь, что Пророк Мухаммад – посланник? Да, я верю. Так что ты – мусульманин начального уровня. И ты можешь больше практиковать, становясь лучше и лучше. Но минимум, то, что ты должен следовать всемогущему Богу, ты должен верить, что Бог один. И верить, что Пророк Мухаммад – посланник Бога. Я верю, что ты только что вошел в луны ислама. Я спрошу тебя, только что ты сказал на английском, что нет никого достойного поклонения, кроме всемогущего Бога, и ты сказал, что Пророк Мухаммад – посланник Бога. Да, я спрашиваю тебя, не мог бы ты сказать это по-арабски. Что сказать? То же самое, что ты сказал на английском. Не мог бы ты сказать это на арабском. Но я не умею говорить на арабском. Нет, я помогу тебе, потому что это язык последнего и заключительного откровения. Ладно, я хотел бы произнести это. Ты хотел бы сказать это? Да, я хотел бы сказать это. Кто-нибудь заставляет тебя? Нет-нет, ты делаешь это по собственной воле. Да, я сам хочу сказать это. Ты делаешь это по собственной воле? Да, ты хочешь произнести шехаду по собственной воле, и никто не плачет тебе за это? Нет-нет. Хорошо, я скажу на арабском, а ты повторяй за мной. И я свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. И я свидетельствую, что пророк Мухаммад, что пророк Мухаммад, посланник и слуга Аллаха, Машаллах, ты мусульманин. Я прошу Аллаха, чтобы он дал тебе добро в этом мире и в будущем. Брат, как только ты принимаешь ислам и становишься мусульманином, все твои прежние грехи прощаются. Я молю Аллаха, чтобы он даровал тебе добро в этом мире и в последнем. Я хочу, чтобы ты читал больше и больше, чтобы лучше понимать эту религию. Да, я много читаю. Я хочу, чтобы ты посмотрел больше моих лекций. Я попрошу некоторых добровольцев дать тебе книги. У меня есть три книги здесь. Я хотел бы попросить брата-добровольца Абдул-Азиза дать этому брату три моих буклета. И я также хотел бы подарить тебе копию Корана. Может ли кто-нибудь из добровольцев дать мне копию Корана, пожалуйста? Может ли кто-нибудь из добровольцев дать мне копию перевода Корана, пожалуйста? Просьба, поставьте несколько копий перевода Корана на мой стол. Да, брат. Мог бы ты прийти сюда и взять перевод Корана, пожалуйста? Брат сказал мне, да богословит тебя Аллах. Я хочу поблагодарить тебя, брат, за то, что ты сказал. Потому что, как только ты принял ислам, все твои грехи будут смыты. И я прошу тебя также молиться за меня. Я благодарен тебе за то, что ты сказал, да богословит тебя Аллах. Пусть Аллах направит тебя к истине. И пусть Аллах поможет тебе направить членов твоей семьи и друзей к истине. И также направит эту великую страну Ганну к миру, спокойствию и истине. Сегодня я хотел бы обратиться к вам с просьбой подписаться на мой телеграм-канал. Так как в свете последних событий, Ютуб может быть заблокирован в РФ. И чтобы вы могли продолжать смотреть новые видео с переводом, подпишитесь на мой телеграм-канал. Там регулярно выкладываются те же видео, что и на Ютуб. Барак Аллаху фикум. Пусть в этом будет благо для мусульман.